Какая у тебя мечта? Стать чемпионкой. Почему мы решили отдать дочку фигурное катание? Просто так решили. Красивый вид спорта, очень хорошо для здоровья, прежде всего. Решили попробовать. Оказалось очень здорово. Хочу начать с того, что Милана уникальная девочка. Ее талант признают в Федерации Прибалтики, Литвы, Эстонии и Латвии. Милане принадлежит рекорд в возрастной категории про чикс-а. Это дети 6-7 лет. Милана, сколько времени ты занимаешься фигурным катанием? По три с половиной часа в день. А как давно ты начала заниматься? Четыре с половиной года назад. Трудности – это только то, что большое расстояние, потому что это ближайший ледовик был от нашего дома, в 50 километрах. Да. Ну и, естественно, что выливаются финансовые, ну не проблемы, а лишние такие вот расходы. Милана уже вписала яркую страничку в развитии спорта своего города. Именно с нее началась история фигурного катания города Висагиноса. И сложно представить, сколько еще талантливых детей могли бы раскрыть и реализовать свои таланты в ледовых видах спорта, если в городе Висагиносе построили бы ледовую площадку. Милана, расскажи, на каких соревнованиях ты уже была и какие места занимала? Я занимала первые места, иногда и вторые. А в каких городах ты была? В Тукумсе, в Огре, в Бремене и в Дагрепелсе. Вообще, на самом деле, в Висагиносе очень много талантливых детей и детей, которые хотят заниматься фигурным катанием. Очень много ко мне подходило мамочек и папочек, которые интересовались. Но просто невозможно физически, невозможно, наверное, некоторым финансово осилить вот эту дорогу и осилить именно вот это фигурное катание. Очень далеко и очень дорого получается. Поэтому, к сожалению, многим приходится отказаться от этой идеи. Фигурное катание детей приводит в возрасте 3,5-4 лет. Милана именно в 3,5 года первый раз приехала в город Дагрепелса, встала на коньки. Собственно говоря, здесь мы и познакомились с ней. И вот уже на протяжении трех лет очень плотно сотрудничаем и работаем на достижение высоких результатов. Милана в год выступает на порядка 10 международных стартов. И она практически никогда не проигрывает, потому что она боец. И она знает, что в спорте существует только первое место. Если ты стал вторым, значит, ты мало работал. Милана, ты занимаешься еще акробатикой. Не мешает тебе акробатика в фигурном катании? Нет. Наоборот, она мне дает гибкость и растяжку. Нет, что вы, замечательно. Мы за акробатику, мы за балет, мы за бальные танцы. Потому что одно другому только помогает и усовершенствует. Милана тоже занимается акробатикой. Это безумный плюс для нее в фигурном катании. Поэтому я, безусловно, за то, чтобы дети одновременно посещали несколько кружков. Ну, по мере своей возможности, конечно, физической. Может, оно, конечно, и нерентабельное для нашего города. Может, оно очень убыточное. Но на самом деле наши детки очень талантливые. Они очень хотят развиваться во всех направлениях. И если мы можем им помочь, почему нам этого не сделать? Давайте все вместе попробуем. Это же не только красота, это прежде всего и здоровье. Здоровье – это какие-то достижения, вершины, олимпиады. Почему бы нам не вырастить чемпионов своих, чемпионов Исагинских? Ведь у нас же их немало. Так пусть у нас еще будет хоккей и фигурное катание. Фигурное катание, в первую очередь, это высоко координационный вид спорта. И, конечно, далеко не каждому суждено добиться высоких результатов в этом виде спорта. Но очень многие родители приводят детей в фигурное катание, чтобы закалить здоровье, чтобы дети меньше болели, чтобы дети занимались хорошим делом, проводили с толком время свое свободное, не болтались по улицам. Друзья, дорогие, занимайтесь фигурным катанием. Это так классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова